Я хочу поговорить о том, как вести дискуссию. Мне кажется, людям, которые считают себя скептиками, научными скептиками, критически мыслящими или рационалистами, часто приходится спорить с кем-то о чем-то. И особенно яростными спорами бывают на тему медицины, каких-то медицинских вопросов, методов лечения. И, возможно, это обусловлено тем, что медицина – это вопрос о нашем здоровье, то есть это то, что напрямую влияет на нашу жизнь, в отличие от споров о теории эволюции, о нейтронных звездах и так далее. Поэтому здесь становится критически важно найти правильное решение, выбрать правильный метод лечения, особенно если там дело касается близких. И, как мне кажется, вот этот аргумент, ну, мне же помогает, он встречается очень часто. Есть среди вас люди, которые, споря о медицине, ни разу не слышали этот аргумент? Поднимите руку, кто ни разу не слышал. Класс, а вы… Вы живете в каком-то волшебном мире, наверное. В остальных случаях, особенно если вы не врач, я думаю, часто приходится это слышать, и, как правило, натыкаешься на стену непонимания и на непробиваемую стену, что человек абсолютно уверен в том, что, например, орбидол ему помогает, и значит, он работает. И почему так получается? Возможно, потому что… Почему не получается переспорить людей? Возможно, потому что люди, в принципе, очень сильно держатся за свои какие-то убеждения, а уж тем более убеждения, которые получены, ну, опытным путем, как им кажется. Вот. И плюс здесь имеет место быть confirmation bias, ну, то есть человек выбирает себе какую-то гипотезу, что, например, такое-то лекарство помогает, и его мозг в течение жизни запоминает только аргументы за то, что это лекарство работает, и как-то упорно игнорирует тот факт, что, там, в 90% случаев это лекарство вам не помогло. Аргумент самый верный, как мне кажется, что после не значит следствие, очень логичен, но люди не любят сухую логику, и этот аргумент контринтуитивен. Нам интуитивно кажется, что раз мы что-то сделали и получили результат, значит, есть какая-то взаимосвязь. И поэтому мне, например, почти никогда не удается переубедить людей в том, что какое-то лекарство не работает с помощью этого аргумента, с помощью рассказа о логической ошибке. И да, тут случается досадная ситуация, что я пытаюсь вам рассказать про то, что личный опыт – это плохой аргумент, и апеллирую к личному опыту. На самом деле я не апеллирую, я просто пытаюсь рассказать, зачем вообще я взяла эту тему, и почему мне стало интересно найти какие-то другие аргументы, которые бы, на мой взгляд, могли помочь переубедить человека и начать его лечиться нормальными лекарствами. И я сразу оговорюсь, что есть некая сумеречная зона в области лекарств из-за несовершенства нашей системы, медицинской системы оценки лекарств, недостаточного количества научных исследований, что есть некие лекарства, которые вышли на рынок, или там не лекарства, может быть, БАДы, добавки, все что угодно, что не прошло должных проверок, то есть у нас нет доказательств, что оно работает, но и нет доказательств, что оно не работает. И это лекарство с недоказанной эффективностью. И их не стоит путать с лекарствами с доказанной неэффективностью. То есть о гомеопатии, в принципе, сейчас можно уверенно говорить, что она на 99%, ну, можно быть уверенным, не знаю, что она не работает. Вот пример исследования, проведенного под гидой австралийского правительства. Ученые проверили огромное количество исследований и вывели, что нет абсолютно никаких доказательств, что гомеопатия эффективнее плацебо. Вот. В этой теме, ну, мне же помогает, стоило бы говорить о плацебо-эффекте, потому что я думаю, он имеет место быть, но о нем завтра будет рассказывать белков, поэтому я опущу эту тему совсем. Вот. И я попробовала создать некий чек-лист, по которому можно будет вам для себя, например, или в споре с близкими, или неблизкими людьми проверять по пунктам, действительно ли человеку помогло именно это лекарство, и действительно ли вообще какой-то эффект был у этого лекарства. Вот. И начну я с личного опыта. Почему мы считаем, что личный опыт – это очень важно? Потому что, ну, как я уже говорила, интуитивно кажется, что все логично. Я сделал какое-то действие и получил какой-то результат. Значит, этот результат был получен из-за этого действия. А так как наш мозг ленивый, очень экономный, нам сложно думать, критическое мышление – это энергозатратно, то человек неосознанно выбирает наиболее простой путь принятия решений. И то есть вот этот простой интуитивный путь. И он таким образом экономит свои жизненные силы, условно говоря. Но этот путь в каких-то простых жизненных ситуациях, например, вот я беру лис, роняю, и вон падает. Значит, после того, как я его уронил, он упал. Действие – результат. То есть это кажется все логичным. Но с медициной есть огромное количество подводных камней, вернее, огромное количество других факторов, которые мы можем не заметить. И заканчивая разговора после незначи следствия, я хочу рассказать анекдот. Вот. А ты что такой грустный? А ты слышал, что Петрович от антибиотиков умер? Все, врачи-коновалы виноваты. Да ладно, что с ним случилось? Печень отказала? Нет, из окна выпал. Вот. Отложена реакция. Вот, и следующее. Вот, опять действие. Делаем действие, получаем результат. И при этом мы не замечаем… Ух ты, я. Некорректно слайд. А, ну на нем ничего почти не видно. Не видно маленьких светлых стрелочек, которых очень много, которые очень сильно влияют. Вот. Вот, и недаром медицинский, ну вернее в лабораториях, где проводят медицинские исследования, тратится огромное количество денег и усилий для того, чтобы нивелировать влияние каких-то факторов, типа режима дня, питания, других лекарств, чтобы была однозначная уверенность в том, что на исход повлияло именно то лекарство, которое они тестируют. И в обычной жизни у нас, как опять же, я уже говорила, мозг ленивый, и он не обращает внимания на огромное количество факторов, он видит только что-то, что ему хочется видеть или что-то, что наиболее заметно. Вот. Важно упомянуть также о том, что корреляция не означает причинно-следственную связь, но это опять же логика, это скучно, это, как мне кажется, плохо заходит в спорах, поэтому я пойду дальше. Вот. Про личный опыт. Я взяла два термина, которые тут, наверное, все любят, научный метод, научный скептицизм, и вот там выделено слово «эмпирических». То есть эмпирика – это опыт, и личный опыт – это тоже своего рода опыт. И, например, люди, далекие от медицины, скорее всего, и не знают о том, что опыт, поставленный дома при приеме орбидола, чем-то отличается существенно от корректно поставленного научного эксперимента. И то есть, в принципе, для того, чтобы вести дискуссию на эту тему, я думаю, в первую очередь надо рассказать о том, как ставятся научные эксперименты, что там стараются изолировать лишние факторы, что вводят контроль, вводят плацебо-контроль, что исследования проводят слепыми, чтобы никто не знал, что кто принимает на самом деле. Вот. Так, следующий пункт. О нашем ленивом мозге и о факторах. Вот, как я уже говорила, мы обращаем внимание на что-то маленькое и яркое, и вот, глядя на картину своей болезни, мы замечаем моську, но не замечаем слона, а он там есть. Вот. Почему мы не замечаем слона? Допустим, потому что он всегда, всегда был здесь, и наш мозг уже привык его игнорировать, потому что вот какой-то фактор всегда присутствует в нашей жизни. Так же, как, например, я сразу извиняюсь за то, что я сейчас делаю, потому что меня уже при подготовке к лекции за это ругали, мы не замечаем наш нос. Пока мы не думаем о том, что у нас есть нос, наш мозг привыкает игнорировать. Факт его существования, когда он обрабатывает зрительные рецепторы. Вот сейчас вы задумались о том, что у вас есть нос, и вы его начинаете видеть. То же самое с ресницами. Вот. И через какое-то время, вот после лекции вы забудете об этом, и опять перестанете видеть свой нос. Вот. И то же самое, и говоря о... Переходя от носа и слона к медицине, я хочу напомнить об иммунитете. То есть вот иммунитет – это тот огромный слон, который оберегает нас каждый день, каждую секунду, каждую минуту, но мы об этом не помним. И человек там, принимая какое-то дурацкое лекарство, думает, что лекарство ему помогло, а на самом деле это вот Т-лимфоциты и другие ребята, которые каждый день борются за наше здоровье, нашу жизнедеятельность. Вот. Так. И говоря об иммунитете, который нас защищает, он помогает нам справиться с большей частью болезней. И есть так называемые самопроходящие болезни, если можно так сказать, для которых в первую очередь нет специфической терапии, поэтому нам нужно надеяться только на свой иммунитет. Вот. Это, как правило, вирусные заболевания. И специфической терапии нет, есть только поддерживающие. То есть мы никак не боремся с вирусом, мы просто помогаем своему собственному организму за счет питания, за счет режима дня справиться с болезнью. Вот. И там, например, нет мононуклеоза, это заболевание страшное, но если вы им заболели, то у вас единственный шанс надеяться на свой иммунитет, фактически. Если там против вирусных заболеваний есть только вакцинация. И отдельно я хочу сказать о диатезе у детей, потому что в спорах с гомеопатами я часто сталкиваюсь с аргументом, что вот мы два года мучили ребенка лечением, разными лекарствами, водили по всем врачам, и ничего не помогало. А потом мы дали ему гомеопатические шарики, и человек выздоровел, ребенок выздоровел от диатеза. Но на самом деле диатез, во-первых, это не болезнь, это некая предрасположенность организма, чрезмерно реагировать, словно говоря, на окружающую среду, то есть как бы аллергия, фактически. И эта аллергия проходит со временем у детей, как правило, если нет никаких осложнений, если нет проблем с иммунитетом, потому что организм ребенка развивается, развиваются там функции печени, кишечника, его иммунитет крепнет. То есть эта болезнь проходит сама. Просто так повезло, что именно в тот момент, когда болезнь решила уйти, человек принял шарики, и вот ему запомнилось. Причина – следствие. На самом деле это не так. И, как мне кажется, людям очень тяжело смириться с мыслью, что, например, простуду не надо никак лечить, что у нас нет способа выпить таблетку и избавиться у организма от вирусов. Поэтому люди каким-то образом стараются хоть как-то лечить себя. И следующий пункт – это цикличность заболевания. Точнее, не цикличность заболевания, а цикличность нашего самочувствия. Человеку в течение дня становится то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Это естественно. Это происходит даже без медицинского вмешательства. И, соответственно, если человек попадает, принимает лекарство, когда ему плохо, а потом у него поднимается естественным образом состояние, ему начинает казаться – «Воу, лекарство работает!» Потом он его снова не пьет, ему снова становится плохо, естественным образом он пьет лекарство, и ему снова становится хорошо. И, возможно, нет никакого вклада гомеопатии, например, в это самочувствие, но такая хорошая корреляция получается. Следующий пункт – что лекарства работают не сразу. Например, там, опять же, химиотерапия, которую нужно проходить от нескольких недель до полугода, и в течение этого времени человеку будет плохо, потому что она действует не только на раковые клетки, но и на весь организм. И многие люди, например, ломаются в конце этого периода и начинают лечиться содой или гомеопатией. И вуаля! И в конце периода начинает работать и химиотерапия, а человеку кажется, что химиотерапия его убила, но помогла сода. Таким образом, надо очень внимательно смотреть на то, сколько действовать должно, сколько по времени должна длиться терапия. Также по времени важны антибиотики. Антибиотиков всегда строго пишут, сколько их нужно принимать. И, как мне кажется, подавляющее большинство людей пьет антибиотики, как правило, ну не совсем столько, сколько нужно. Вот есть среди вас люди, которые всегда честно пьют антибиотики, сколько положено? О, какие все сознательные! Я не из таких людей, если честно. И важно упомянуть, что антибиотики, например, действуют только на бактерии. Как таковые, они не действуют на симптомы. То есть они нам вот здесь и сейчас не делают лучше. В отличие от каких-то, отличий, например, от чая с медом, который может там помочь больному горлу вот прямо сейчас. Только эффект у него пройдет через час, а антибиотики, они работают долго, но приносят результат хороший только потом. Приходится ждать и страдать. И еще важный пункт правильный прием лекарств. И опять же, в первую очередь, антибиотиков. Во всех рецептах лекарств пишут, как их нужно принимать. И... Вот. А давайте... Еще один вопрос. Кто из вас внимательно читает инструкции и всегда пьет лекарства по инструкции? Какие все сознательные? Вот я, наверное, не из таких. То есть, вы, наверное, знаете, что какие-то... Даже среди антибиотиков очень разный режим приема лекарств. Какие-то лекарства нужно пить строго до еды, какие-то строго после еды, какие-то строго во время еды, потому что усваиваемость зависит от там состояния желудочно-кишечного тракта. Какие-то, например, лекарства нужно запивать исключительно молоком, какие-то... Ни в коем случае нельзя запивать молоком. И мало того, что вы можете просто минимизировать действие лекарства, если вы пьете его не так, как положено, так вы еще можете себе навредить, потому что, например, запиваете лекарства чаем или еще того хуже, алкоголем, и там наносите хороший удар по своей печени, например. И вот, например, в дискуссии вам нужно все-таки задать человеку вопрос, а правильно ли ты пил антибиотики, что тебе они не помогли? Вот. Следующий пункт это ненастоящая гомеопатия, то есть некоторым компаниям, насколько я понимаю, выгодно под гомеопатией продавать хитотерапию, потому что для гомеопатии нужно собирать меньше каких-то бумаг, вот. И поэтому есть лекарства, на которых написано гомеопатия, но там дозы действующего вещества вполне себе приличные. Вот. А хитотерапия все-таки может работать. Как вы знаете, что в 2015 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили, ну, частично получили врачи из Китая, которые рецепт лекарства от малярии фактически нашли в древнем труде китайского травника. То есть на основании полыни они сделали лекарство. То есть фактически это фитотерапия. Но опять же, это не говорит, что фитотерапия это всегда хорошо. Это лишь говорит о том, что естественно можно найти те растения, в которых будут действующие вещества. То есть это должен быть колоссальный труд. Это не всегда работает, но естественно это можно. Все-таки большая часть, ну, возможно, сейчас не большая часть, но многие лекарства изначально или до сих пор синтезируют, получаются исключительно из растений. Вот. Следующий пункт. Это вот, это опять будет моя личная история. есть такое лекарство, которое называется офтальмиферон. Я его не рекламирую, мне никто не платил, но просто суть в том, что вот вы там видите, первым пунктом идет интерферон. Это капли для глаз. И в интернете ходят ужасные дискуссии на тему того, что работает интерферон, не работает. Клинические исследования говорят о том, что интерферон работает исключительно, если его колоть инъекциями, и он помогает для, в случае только некоторых заболеваний, таких, как, например, гепатит. Пить интерферон или капать в глаза бесполезно, потому что действующее вещество не добирается до нужного места и не помогает. Вот. И я вот несколько лет пользовалась этим лекарством, и однажды я задумалась о том, решила прочитать его состав. И смотрю, и там вот этот интерферон, и у меня был шок, потому что мне это лекарство всегда помогало. Я думаю, как так? Мне же помогает, оно не должно работать. Вот. И я начала внимательно читать состав. Опять же, проблемы с глазами это зачастую вирусные какие-то инфекции. Вирусные инфекции, как я уже говорила, против них не всегда существует специфическая терапия, и плюс зачастую бывает достаточно нашего собственного иммунитета. И вот там следующим пунктом идёт димедрол. то есть это антигистаминное средство, и плюс там есть в составе искусственная слеза, которая увлажняет глаз. И то есть фактически это лекарство, которое стоит, конечно, дорого для своего состава, но это просто средство, которое помогает мне не щасать глаза, не трогать их. Оно помогает моему иммунитету справиться с болезнью. Просто оно, как это, благодаря этому лекарству я не мешаю моему организму справляться с болезнью. То есть фактически оно работает, но во многом не так, как его рекламируют. То есть оно мне не лечит, но оно мне помогает, оно помогает мне не лезть в работу иммунитета. Вот. Следующий пункт это влияние авторитета. Люди, всё-таки существа внушаемые, очень хорошо внушаемые, вы можете вспомнить, там, не знаю, Стэнфордский тюремный эксперимент о том, как на людей действует авторитет. То есть человек может просто думать, что лекарство работает, потому что ему в этом убедили. Будь то врач, будь то какая-то хорошая соседка. Вот. И в случае с соседкой всё-таки нужно быть очень осторожным, потому что если соседка вам сказала, что от горла помогает такой-то настой, тут надо быть очень аккуратным, потому что в горле, точнее, может быть очень много инфекционных агентов, которые вызывают болезни, это может быть ангина, ларингит, фарингит, всё что угодно, и всё это требует различного лечения. И нельзя ни в коем случае полагаться на мнение соседки, потому что она может из самых лучших побудреждений посоветовать вам пить антибиотики, когда у вас вирусная инфекция, и тем самым вы только навредите своему организму, опять же, лишний раз убедите себя в том, что антибиотики это абсолютное зло. И тут тоже имеет место тот самый confirmation bias, потому что мы слушаем соседку, она нам всегда говорила пить антибиотики, когда у нас фарингит, или там, когда у нас вирусная инфекция, когда у нас просто простуда, и мы уже к этому привыкли, и мы привыкаем замечать, что вот какое-то лекарство у нас работает. У нас, например, с самого детства нас заставляли есть чеснок и пить чай с лимоном, и мы уже привыкли, что когда мы болеем, мы должны пить чай с лимоном, и надо все-таки отслеживать, действительно ли оно нам помогает, либо мы просто вот привыкли, что, знаете, такая традиция, всегда пить чай с лимоном, когда болеешь. И в завершении я бы хотела сказать, что с одной стороны можно возразить, что ну пусть лечится своими альтернативными методами, но ничего же страшного, он всегда может пойти к врачу. Ну мало того, что это бывает весьма затратно, но это как бы личное дело каждого. Но вот есть сайт What's the harm? И на нем собирается статистика по смертям от альтернативных методов лечения. Там конечно это западно исключительно, и огромное количество людей умерло, потому что, например, оно лечилось гомеопатией во время простуды, и пропустило тот момент, когда простуда превратилась, я не знаю, в пневмонию, и вместо того, чтобы бежать к врачу, когда вам не стало легче через три дня. Человек уповал на гомеопатию до упора, и это привело к необратимым последствиям. И под конец я бы хотела сказать, что естественно, переубедить сразу никого нельзя, как мне кажется, или это надо обладать, опять же, достаточным авторитетом для человека. В качестве метода ведения дискуссии мне нравится то, что называется сократическим диспутом. То есть, вы должны больше задавать вопросов. Например, а действительно ли тебе это лекарство помогло? А ты поменял свой режим дня, когда ты пил орбидол? Может быть, это тебе помог режим дня? Есть книжка Питера Богосяна, она по-русски называется «Евангелие для атеистов», по-моему, и там как раз много рассказывается про то, как спорить за атеизм. И, в принципе, можно эту книгу взять себе за основу в принципе для того, как вести дискуссию, как мягко вести дискуссию, как человека самого направлять на правильные мысли, чтобы человек сам начинал задумываться о том, действительно ли мне помогает гомеопатия, может быть, все-таки это что-то другое. На не агрессивно вдалбливать ему идеи за науку, за критическое мышление, про исследование и так далее. И на этом у меня все. Спасибо за лекцию, очень интересно. Вот такой вопрос, ну, больше сугубо практически, наверное, много было уделено внимания лекарствам, их эффективности, неэффективности. Существуют какие-то методы для непрофессионалов в отношении, чтобы понять насчет лекарств, методик, каких-то средств, критерии их, как бы сказать, обоснованности, разумности, стоит их применять, не стоит. То есть, как отделить работающие заведомо, допустим, от заведомо неработающего? Вот как-то так. Ну, во-первых, нужно искать систематические обзоры. Например, есть как Рейновское сообщество, например, которое публикует огромное количество материалов, они проверяют различные методы лечения, методы, различные лекарства. То есть, нужно искать мета-обзоры, то есть, обзор исследований, в которых будет написано, работает ли какое-то лекарство. И опять же, как говорили в предыдущей лекции, быть в научном мейнстриме. То есть, если вот в этих систематических обзорах пишут, что лекарство работает, то, скорее всего, оно поможет. И также, например, на Западе, на Западе, точнее, это есть в России, что есть руководство для врачей, методички. Но, насколько я понимаю, я это слышала в лекциях как раз русского Кокрейновского сообщества, что в России в этих руководствах и методичках не принято писать список литературы, по которому, то есть, и заранее нельзя знать на основании чего вообще человек рекомендует лекарства. А в западных, можно искать западные руководства, в которых будет написано, во-первых, как человека лечить, что ему лучше прописывать, и при этом будет огромный список литературы. Вот. То есть, в любом случае, нужно идти к врачу. И, то есть, специалист должен дать вам корректную информацию. например, я, как правило, хожу по нескольким врачам, если у меня что-то серьезное, и слушаю их. Слушаю, насколько, как хорошо они относятся к западной науке, знают ли они что-то про, не знаю, плацебо-контроль, двойные слепые контролируемые исследования, вот, знают ли они, что такое ПАБМЕД, то есть, есть довольно много врачей, естественно, которые, не знаю, ничего об этом не знают, и как-то вот застряли, может быть, в Советском Союзе. И я лично таким не доверяю. Я доверяю тем, кто находится вот в научном сообществе. И опять же, да, есть какие-то маркеры, если вы слышите, гомеопатия, вот, еще что-то там, ациллококцинум, орбидол, то есть, есть какие-то триггеры, слыша о которых, надо просто разворачиваться и уходить. Вот. Есть там сайт, где есть список фуфламицинов, например, вот, можно на него смотреть, как, в первую очередь, то есть, на русском есть. Вы говорите, что, ну, допустим, какая-нибудь гомеопатия дает только эффект плацебо, но это же лучше, чем ничего. То есть, мы как бы ничем его не заменим. А вот и нет. Я же не могу доставить себя верить в то, что, ну, например, там, не знаю, конфета работает, ну, как бы. Конфета нет, но эффект плацебо есть у любого лекарства. Об этом завтра будет очень много говорить Сергей Белков. Обязательно приходите его слушать, ну, или там трансляцию. Получается, что любое лекарство с эффектом плацебо это лучше, чем ничего. То есть, можно перестать есть гомеопатию, ну, понимаете, когда я теряю эффект плацебо, это мне тоже помогает. Для личного успокоения гомеопатию. Но гомеопатия и плацебо это не лекарство. Оно не поменяет никак вот состояние вашего организма. То есть, даст временное облегчение. Тут есть риск запустить свою болезнь до осложнений. Ну, условно говоря, да, если вы вот простыли без осложнений, вы можете попить оциллококцином просто вот для галочки. Для личного... Хотя, если вы знаете, что оно не работает, то, скорее всего, эффект будет так себе. Аргумент мне помогает отлично себя чувствовать в условиях существования на телевидении Малахова, там, журнал «Здоровый образ жизни», того, что фармстандарт производит пустышки и все прочее. Вот. А есть ли в мире пример, чтобы опять же изолировать его, да, от внешнего влияния, есть ли в мире пример страны, где гомеопатия, БАДы и прочее находятся там, где надлежит быть им, в загоне? И как в этих странах чувствует себя этот аргумент? Ну, и насколько это популярно вообще? В смысле, где гомеопатия находится в загоне, там, где ей надлежит быть. То есть, где она государством, телевидением, средствами массовой информации и неграмотными фармацевтами не поддерживается. Ну, на самом деле, как я понимаю, в Австралии должно быть, потому что там правительство проплатило программу изучения гомеопатии, эта программа показала, что гомеопатия не работает. А у вас есть информация, как там себя чувствует, аргумент мне помогает? Я думаю, прекрасно, потому что не только гомеопатия является неработающим и сомнительным средством лечения, потому что там, не знаю, банки можно ставить, знаете, горчичники. Ну, горчичники и банки, они имеют четкий симпатический эффект, как бы, их нельзя сравнивать. То есть, банки, они идентифицируют кровообращение, да, горчичники просто тупо подогревают там, да, у них есть эффект. кто-то считает, что это лечит, прям вот лечит. Ну, нет исследований, которые говорят о том, что банки приносят какой-то эффект значимый, насколько мне известно. Спасибо большое за интересную реакцию. Мне кажется, что у этой проблемы как бы, есть две стороны. То есть, с одной стороны, то, что мы сегодня рассмотрели, что как-то работает практически все, хотя бы за счет плацебо. А с другой стороны, есть множество мифов о том, что то, что на самом деле работает, не работает или работает во вред. Ну, банальный пример, вакцинация вызывает аутизм, да, у маленьких детей. Как бы вы посоветовали работать вот с аргументами с этой стороны? Ну, я думаю, нужно, во-первых, рассказать человеку, что такое, ну, если это аутизм. Мне кажется, нужно работать с конкретными возражениями. И вот если говорить об аутизме, то нужно рассказать человеку, в первую очередь, что это такое, что такое аутизм. Ну, опять же, тут подходят те же варианты, что рассказать про то, что личный опыт, советы соседки или какие-то мистические истории, они не обязательно могут быть правдой. То есть все эти случаи могут работать. Ну, и плюс нужно реально рассказывать человеку, возможно, если ему это интересно, о том, как болезнь сама протекает, что нельзя заболеть аутизмом, в принципе, вообще никак. То есть это генетическая предрасположенность. Здравствуйте, спасибо большое за интересную лекцию. Хотелось бы поделиться печальными реалиями и сказать, что КГЦ, ЛНГВИН и все остальное прописывают врачи, каждый раз врачи, которые сидят в кабинете, которые получили вроде как медицинское образование. И я понимаю, что им положено по инструкции от Министерства здравоохранения. Оставим сейчас вопрос о том, откуда это все в инструкции Министерства здравоохранения. Так вот, как этого избежать, как неквалифицированному человеку отличить, где правда, где ложь? Спасибо. Мне кажется, я уже потом говорила, что нужно, во-первых, как мне кажется, нужно учить английский язык в первую очередь, потому что на русском информации категорически мало. И нужно, например, искать паб-медиа в Кокрейновском сообществе, есть еще другие сайты, искать, где публикуются какие-то мета-обзоры и смотреть на них. Я вот доктор хоть молодой, но я могу однозначно сказать, что есть такая ассоциация в Соединенных Штатах, которая называется ФДА, Food and Drug Association. И если лекарство прошло рекомендацией вот этой самой ассоциации, это уже стопроцентно можно считать, что от него есть какой-то эффект. Если вы не находите препарата в списке этой ассоциации, то это уже может быть как противопоказание к его использованию. То есть вот это элементарно, чтобы не рыться в научных статьях, тем более, что научный язык понять кому-то очень тяжело, простому человеку. можно просто посмотреть на список ФДА. Вот и все. ФДА. 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 ФДА.